всем привет продолжаем рассматривать работу художников скульпторов голова и рота неизвестный мастер угла 350 года до нашей эры мрамор 25 на 16 на 18 в эпоху поздней классики героическая направленность образа смягчается и появляются индивидуалистические тенденции в портрете которые усиливают психологизм особый интерес передачи эмоциональное состояние приводит к возникновению изображения насыщенных гидонистическими и лирическими мотивами создаются произведения содержание которых отражает дух покоя чувство сладкой истомы погруженности в себя при этом задачи внешнего сходства не считалось первостепенной мастера старались акцентировать в облике модели характерные черты эпохи которые превращали портрет в типичный образ культурная голова выполнена с оригинального произведения или сипа в полной мере является отображение этих течения черты бога и рота трактованной с оттенком мальчишеской женственности и мягкости однако здесь нет подчеркнутого натурализма и порывистой динамики обычно приписываемых творчеству скульптора потеря интереса тщательной проработки детали и охлаждение эмоции проявлявшиеся мечтательно грустного выражения лица стали одним из основных особенностей заката позднеклассического искусства но такое описание к работе неизвестного мастера голова и рота около 350 года на нашей эры из мрамора я нашел в интернете текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok